Сокол Сокол И сегодня я оглашу итоги работы в 2014 году и сделал определенные выводы. Считаю, что проект доказал свою эффективность и состоятельность. Коллеги, губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. Добрый день, уважаемые коллеги. Стратегическим приоритетом в работе правительства области, который был обозначен мной два года назад, является новое качество власти. Хочу сказать, что это и на сегодняшний день ключевая задача нашей команды. Не отключаться от выбранного курса помогает, конечно же, проект команды губернатора «Ваши оценки». Это проект «Возможность посмотреть на себя со стороны глазами Вологджана». Взвестить все за и против и принять правильное управленческое решение. Итак, по результатам оценки, самой критикуемой сферой в жизни Вологджан, по всеобщему мнению, и на основе полученных оценок, является сфера коммунального и жилищного хозяйства. Причем, в глазах населения наибольшей критики подверглись нескольким департаментам, входящим в этот сектор. Это региональная анатолитическая комиссия области, департамент топливно-аналитического комплекса, государственная жилищная инспекция и департамент строительства и жилищного коммунального хозяйства области. Я полностью разделяю мнение Вологджана. И действительно, работа с управляющими компаниями и товарищами собственниками жилья со стороны органов власти всех уровней и муниципальных и областных считают неудовлетворительными. Нужно организовать правильное, конструктивное взаимодействие всех ответственных и заинтересованных сторон для создания благоприятных условий для населения. И не нужно во всем винить только управляющие компании. Об этом я говорил год назад и вынужден вернуться к этому и сейчас. Считаю по-прежнему неудовлетворительный существующий уровень разъяснения населения тарифной политики. В этом направлении также делаться недостаточно. Отсюда непонимание гражданам системы тарифообразования и, как следствие, низкая оценка этого блока. Особое внимание необходимо уделить проведению информационно-разъяснительной работы по взиманию платежей за капитальный ремонт на квартирные дома. Ведь с 2014 года взносы на капитальный ремонт на квартирные дома стали обязательными в соответствии с федеральным законом. И люди должны знать, за что они платят. Как одоялся сейчас, я узнал из предложений, которые поступали в ходе проекта и решил убедиться на собственном уровне. Вчера зашел на сайт департамента строительства и жидко-коммунального хозяйства в раздел «Новая система ремонта на квартирных домах в Вологодской области». И что я увидел? Да практически ничего. Там никто и никогда ничего не найдет и не увидит. Вот простой пример. Эта табличка, она размещена на сайте. В этой табличке указан перечень и домов, и те работы, которые необходимо будет выполнять. Вот здесь мало кто поймет даже из квалифицированных специалистов. Уважаемые коллеги, мы должны помнить и никогда не забывать, что работа на людей и для людей. Я соглашусь сегодня с критикой, которая прозвучала из УЗ губернатора Вологодской области. Да, действительно, ситуация очень сложная в жилищно-коммунальном хозяйстве. У нас проблемы с управляющими компаниями, которые работают неудовлетворительно на рынке ЖКХ. У нас большая часть населения не имеют правовой грамоты в жилищной политике. Но эти все проблемы, ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве, она сложилась не сегодня. Не вчера и не год назад. Она сложилась десятки лет тому назад. И десятилетия, десятки лет наша отрасль не получала, не дофинансировалась. В результате чего у нас износ инженерных коммуникаций более 50%, износ жилого фонда. Кто виноват в этом? Вы знаете, виноваты все. Власть на всех уровнях, виноваты управляющие компании, виноваты ресурсоснабжающие компании. И, конечно, мы с вами собственники жилья. А с нас тоже нельзя снимать эту вину. Что делать? Конечно, за один год, за два жилищно-коммунальное хозяйство не привести в должный порядок. Сегодня прозвучала оценка из жилищно-коммунального хозяйства. Я, конечно, может, где-то не соглашусь с этой оценкой. Она должна быть чуть-чуть, но выше. Потому что у нас, если мы возьмем два последних года, заметно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве меняются к лучшему. К сожалению, мнение населения по недоступительной работе Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области также подтверждается итогами проверок данной сферы со стороны региональных и федеральных контрольных органов. Так, в ходе проверки Счетной палаты Российской Федерации в отношении эффективности использования средств фонда содействия реформирования ЖКХ выявлено нецелевое использование денежных средств при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда. Не обеспечен снос освобожденного аварийного жилья. Жилые помещения гражданам, переселяемые из аварийного жилого фонда, не предоставлены в срок. Не обеспечено оснащение коллективными домовыми приборами учета порядка 50% на квартирных домов Вологодской области. И сегодня на подведение итогов проекта команды губернатора «Ваша оценка» хочу напомнить, что в прошлом году я уже отмечал низкую оценку со стороны населения, которая выставила Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, а также давал поручение проработать реальные пути выхода из сложившейся ситуации. Однако, за год я не увидел положительных сдвигов в этом области. Я не удовлетворил сложившейся ситуации и прошу первого заместителя губернатора Андрея Александровича Травникова принять конкретные управленческие решения в срок до 1 мая этого года. Еще одной из самых больших тем региона и больных тем является здравоохранение. 2013 год стал годом завершения модернизации здравоохранения. Общий объем ее финансирования составил более 5 миллиардов рублей. Капитальный ремонт прошел в 66 учреждениях здравоохранения. Поставлено более 1300 единиц медицинского рода. Область получила 135 новых санитарных автомобилей. Но оценка Департамента здравоохранения области хоть и возросла по сравнению с прошлым годом, однако, на мой взгляд, остается на критическом низком уровне. С одной стороны, это обусловлено сложной кадровой ситуацией в области. В 2013 году укомплектованность врачами состоялась 49%. Средний медицинский персонал 62%. Средний возраст медицинских работников составляет свыше 50 лет. Да, по моему поручению была разработана и принята ведомственная программа кадровой системы здравоохранения в области. И на сегодняшний день ежегодно увеличивается количество целевых направлений в медицинские вузы. А медицинским работникам оказывается всемирная поддержка. Так, например, 23 медицинских работника, прибывшие в 2013 году на работу в медицинские организации сельской местности, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Но слишком поздно мы спохватились. И пока кардинально ситуацию перенести, к сожалению, не удалось. С другой стороны, отрасль здравоохранения требует новый подход, новация. Меры, которые предпринимаются в отрасли по повышению эффективности ее работы, не всегда сразу находят поклик-отклик и поддержку. Но как бы то ни было, они нам необходимы. Наши первые шаги по развитию частного государственного партнерства, оптимизации в этой сфере, дают результаты. Но этого недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Нам необходим эффективный менеджмент. Менеджмент. Менеджмент с человеческим лицом. И сегодня я принял решение назначить на должность Департамента здравоохранения области Быстрова Артема Геннадьевича, который сегодня находится в этом зале. В настоящее время занимающий должность главного врача медсанча Северстали. Это не только молодой врач, но и управленец, имеющий высокий потенциал. Есть такая хорошая поговорка. Смелость и решительность города берет. И если Артем Геннадьевич нашел в себе силы и уверенность согласиться на эту должность, значит, я смотрю на это назначение с оптимизмом. Что касается совместной работы, безусловно, в рамках социального партнерства, я думаю, что работа будет продолжаться. И вне зависимости от личности начальника Департамента здравоохранения, мы должны эту работу расширять и делать ее более качественным. В целях дальнейшего развития отрасли, мне кажется, как бы поступила я, если позволите, необходимо провести ревизию работы системы здравоохранения Вологодской области в целом. Об этом сегодня в части других отраслей говорил и Олег Александрович Кувшинников. После проведения ревизии определить наиболее значимые и больные проблемы нашей отрасли, конечно, непосредственно их связать с разработкой, окончательной разработкой программы Вологодской области по развитию здравоохранения до 2020 года. Конкретно я считаю, что нужно ряд подпрограмм пересмотреть. И именно определенные насущные приоритетные направления, на них обратить особое внимание, их взять за основу и этому следовать. Конечно, если возвращаясь опять же к работе Департамента и нового начальника Департамента, я считаю, что это огромная доля ответственности, которую берет на себя Артем Геннадьевич. И, конечно, об этом нельзя не сказать, это огромный профессиональный риск. Но если человек это понимает, то я думаю, что успех его деятельности будет обеспечен. Я, со своей стороны, хочу лишь пожелать, как всегда, честно и верно служить. Служить отрасли, служить системе здравоохранения, с одной стороны, населению по охране здоровья, с другой стороны. И, конечно, работать на благо работников отрасли. И, наверное, будет хорошо, потому что молодой человек, потому что возраст еще молодежный, и много энергии, есть действительно потенциал. И, я бы сказала, отсутствует налет бюрократии и формализма. Вот это тоже меня в какой-то мере воодушевляет на совместную работу с новым начальником Департамента. Редактор субтитров А.Семкин